МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. На территории города Азова заболевания гриппом и коронавирусной инфекцией не зарегистрированы. Азовчанину Евгению Казакевичу осталось собрать 200 тысяч рублей для приобретения дыхательного аппарата. 23 января, день почерка. При наличии огромного количества гаджетов в современном мире ручная письменность остается актуальной. В конце ноября в одном из выпусков Азов.Инфо мы сообщали о сборе денежных средств для Евгения Казакевича, которому из-за недостаточного объема легких требуется аппарат для неинвазивной вентиляции легких стоимостью 665 тысяч рублей. На сегодняшний день необходимая сумма не собрана, а времени на его приобретение остается мало. Проблема в том, что выданный благотворительным фондом прибор для вентиляции легких старого поколения и скоро перестанет работать. Средств у юноши и у его мамы нет. Без помощи неравнодушных людей Евгению не обойтись. Нам нужен аппарат НИВЛ, жизненно важный аппарат, он без него не может. Наш аппарат устарел и снят с производства, на него нет расходок. Аппарат работает до апреля месяца, потом аппарат работать не будет. На сегодняшний день мы собрали 465 тысяч, осталось собрать 200 тысяч. Не хватает до сбора этого, чтобы купить этот аппарат. 4 января у Евгения случился приступ. Он потерял сознание. Бригада скорой помощи прибыла через три минуты. Врачи помогли привести его в чувство, после чего госпитализировали. Он не реагировал вообще на мои «Женя, Женя». Он меня не слышал даже, потерял сознание. Как бы сказали, в связи с тем, что у нас падала сатурация до этого, низкие показатели были, объем легких упал. Подняли на аппарате давление, увеличили. За счет этого и аритмия, и низкое давление с пульсом. Сказали, что надо госпитализироваться, ложиться, обследоваться. Евгению как бы тяжело пока говорить, и у него все время держится аритмия высокая. Он вам всем благодарен. Спасибо вам большое, что вы откликаетесь. Спасибо, что вы помогаете. Спасибо вам большое за все. Поддерживайте. Приходят сообщения с поддержкой. Мы вас благодарим вместе с Евгением, что вы поддерживаете нас. Даете надежду на продолжение нашей жизни. Спасибо вам всем большое. Все желающие помочь приобрести жизненно важный аппарат могут перечислить денежные средства на карту Сбербанка. 42-76-52-15-64-34-08-79 Получатель Евгений Игоревич Или через мобильный банк на номер Плюс 7-988-897-89-32 Иванна Пажельцева, Александр Кучец, Азов.Инфо Одной из важных тем, бурно обсуждаемых в последнее время в СМИ, стал выявленный в Китае новый тип вируса, относящийся к семейству коронавирусов. Всего в мире зарегистрировано свыше 30 видов, 8 из которых опасны для человека. Всемирная организация здравоохранения в ближайшие дни может принять решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории России. О том, какова обстановка в городе и какие меры профилактики необходимо соблюдать, чтобы обезопасить себя и близких, выяснили наши корреспонденты. Коронавирус – это большое семейство вирусов, которые способны вызвать заболевания у человека, начиная от респираторного синдрома до тяжелого острого респираторного синдрома и заканчивая поражением пищеварительного тракта. Этот новый тип коронавируса сейчас тщательно изучается и планируется изобретение вакцины. Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом, избегать тесных контактов с людьми, больными респираторными инфекциями и гриппом, а также тщательно готовить мясо и яйца и избегать незащищенного контакта с животными. На сегодняшний день в городе Азове не зарегистрированы случаи коронавирусов и вируса гриппа. Но хотелось бы предупредить население о том, что при возникновении у вас признаков респираторных инфекций, кашля, насморка, высокой температуры, следует незамедлительно обратиться к доктору. В конце ноября в программе Азов.Инфо вышел сюжет о проблеме жителей улицы Ленина, села Кулешовки, которые испытывают большие неудобства из-за недоделок, которые, по их мнению, допустила компания «Ростов Автодор» при ремонте автомобильной дороги. После наших неоднократных запросов о возможных сроках устранения нарушений сегодня, наконец, от подрядной организации поступил ответ. Нынешним летом была отремонтирована автодорога по улице Ленина в селе Кулешовки. По словам жителей, обочина на небольшом участке от переулка Кулагина до Газетного была отсыпана не щебнем, как на остальном протяжении, а просто землей, которая во время осадков превращается в грязь, затрудняет передвижение и становится причиной аварийных ситуаций. Многочисленные обращения в различные инстанции проблему решить не помогли, и отчаявшиеся люди обратились на телевидение. Сегодня в редакцию «Пятого канала» поступил ответ за подписью руководителя предприятия «Ростов Автодор», депутата областного законодательного собрания, координатора федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Владимира Окунева, в котором сообщается, Отсыпка обочин щебнем изначально не предусматривалась. Однако, учитывая пожелания жителей Кулешовки, в областное Министерство транспорта направлено письмо с просьбой о решении данного вопроса. Сегодня, 23 января, отмечается День почерка или День ручного письма, история развития которого исчисляется тысячелетиями. Дата призвана напомнить людям об уникальности такого явления, как письменная речь, необходимости практиковаться в ней, а также о неповторимости почерка каждого человека. Письменная речь, зафиксированная, графически оформленная, имеет свои средства выражения. Звучание слов передается буквами, интонация – знаками припинания. Бытует мнение, что с приходом в нашу жизнь различных электронных устройств, с помощью которых можно быстро и просто напечатать и отправить письмо или сообщение, ручное письмо постепенно уходит в прошлое. Руководитель городского методического объединения учителей русского языка Елена Малыгина согласна, что написание текстов от руки в обществе стало менее актуальным, но уверена, письменная речь – это не только прошлое и настоящее, но и будущее. Мы прекрасно понимаем, что письмо от руки активизирует мыслительную деятельность, позволяет лучше запоминать написанное. И прежде всего письмо от руки позволяет омолаживать мозг. Более того, бывшие выпускники Елены Васильевны стараются не терять навык письма. Вот даже недавно мне довелось поговорить с двумя своими выпускниками, отслужившими в армии, закончившими институты. И как раз мы говорили о том, что живая русская речь, она сохраняется именно в рукописных текстах, которые читать интересно. И они говорили о том, что обратили внимание, что стали писать быстро, стали писать, может быть, даже и с ошибками, стали надеяться на то, что компьютер подчеркнет им их ошибки. Их эта проблема взволновала. Они стали понимать, что теряют орфографические навыки правильного письма. И поэтому стараются писать от руки. Интересно, что по наблюдению педагога, почерк учеников разных поколений в целом не изменился. Мы принимаем ребят в пятом классе. И я хочу сказать, что почерк ребят-пятиклассников остался таким же, каким он был и 20, и 30 лет назад. Здесь особая честь и хвала учителям начальной школы, которые вот как раз таким каллиграфическому письму уделяют очень большое внимание. И как и 30 лет назад ребята младших классов пишут по прописям, учителя контролируют это. И когда мы получаем ребят в пятом классе, их почерк можно назвать даже идеальным у некоторых. По словам Елены Васильевны, ребят, которые имеют какие-либо проблемы с почерком, единицы, но они есть всегда. Этим ученикам уделяется повышенное внимание, и к девятому классу почерк обычно выравнивается. Письменной речью ребенок начинает овладевать позже, чем чтением и счетом. Поэтому проблемы с почерком возникают в начальной школе. В таких случаях за помощью родители или учителя обращаются к логопеду, задача которого заключается не только в постановке звуков устно-связной речи, но и в коррекции речи письменной. По словам учителя логопеда Центра содействия Татьяны Ландаревой, специалисты различают несколько признаков проблем с почерком. Это неправильно написанные буквы. То есть невозможно разобрать, какая буква именно написана. Они настолько похожи, например, буква Н, И, И, что невозможно понять. Также могут встречаться пляшущие буквы, то есть выше строчки, ниже строчки, некоторые добавления элементов лишние. Или же очень слабый нажим или сильный. При слабом нажиме непонятно, что написано. При более сильном нажиме даже бывают дырки в тетрадях. Родители бывают уверены, что маленький ученик ленится или капризничает. Заставляют ребенка множество раз переписывать задания. На самом деле причина часто в другом. Причиной может быть общая моторная слабость ребенка, неловкость. Ребенок не может подбросить мяч, ребенок не может его поймать. Также нарушение мелкой, тонкой моторики пальцев, слабость их. Или наоборот, более сильный нажим возникает из-за гиперкинезов. Когда ребенок не может справиться своим волнением, он сильно надавливает. Это тоже очень влияет на почерк. Причиной нарушения почерка могут быть затруднения в пространственной ориентации. Если у дошкольника нарушена устная речь, практически всегда возникают проблемы во владении речью письменной. Специалист советует родителям обращать внимание на устное общение со своими детьми. Я уже довольно долго работаю логопедом. И с каждым годом, можно сказать, количество детей с нарушениями речи увеличивается. Причин этому очень много. Но одно из самых таких актуальных – это вот раннее все-таки пользование детьми телефонами, планшетами. И меньше уже с детьми разговаривают родители. Татьяна Ландарева рекомендует общаться с малышами постоянно, с самого рождения. Проговаривать каждое действие или движение. И уже доказано, что у детей лучшая речь даже не у тех, которые проходят коррекцию, а те, с которыми в раннем детстве, в дошкольном детстве очень много разговаривали, общались, читали книги, рассказывали стихотворения, водили их на какие-то концерты, театры. То есть ребенок должен купаться в речи. Есть такое выражение – ребенок должен купаться в речи. Я всегда родителям говорю, что вовремя компенсированное нарушение речи предотвратит нарушение письменной речи. И всегда лучше заняться все-таки профилактикой нарушений речи, чем уже потом исправлять что-то. Всегда исправлять сложнее. По словам педагога, почерк – это индикатор эмоционального состояния человека в степени его психологического благополучия. Татьяна Ивашенко, Алексей Покатило, Азов.Инфо На сегодня это все новости. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. В пятницу 24 января облачно с прояснениями. Температура днем 0,1, ночью плюс 1, плюс 3. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Влажность воздуха 52%. Уровень воды в реке Дон на 77 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 1 градус. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова